Пока эти двое открывали третий ящик, я нашёл таинственный пакет. Ну что ж, сразу видно, что это лобовое стекло. Что подтверждает это? Да. Что это за церковщина, Ландровер? Что это? Я нашёл письмо. Ближайший населённый пункт — это городок под названием Мурен. Правда? Вот так сюрприз. Он в сотнях километров от вас. Чтобы доехать до него, вы должны собрать содержимое этих ящиков. Воды и пищи вам хватит на семь дней. Что это? Вот городок. Мурен. А вот старт. Мы здесь. Здесь написано, что карта не в масштабе. Так сюрприз. Это рисовал художник, иллюстрировавший Винни-Пуха. Посмотрите. Довольно болотистое и печально. Глубокая река, отчаяние. Затопленное место. Много деревьев. Трясущийся мост, здоровенная трещина. Это не очень полезно, верно? Нам нужно на северо-восток, так? Но насколько далеко? Мы не знаем, здесь написано «сотни километров». Да, но сначала… Что? Все, что нам нужно сделать, это собрать из частей машину. Поскольку руководства в сборке не было, мы с моим стали просматривать части. Это шасси, верно? Но из двух частей. Между тем, наш механически неподкованный коллега тоже вносил свою лепту в дело. Ноя насчет походного оборудования. Это не кровать. Это матрас. Нет. Это и не матрас. Матрас. Когда приходишь в товары для туристов и спрашиваешь «Дайте матрас, тебе дают не это!» Но самая тяжелая часть – это двигатель, который находится там. Так что нужно принести другие части туда, иначе нам придется тащить двигатель сюда. Давай так и сделаем. Джереми прикидывается призраком. Чтобы стать призраком, сначала нужно умереть. Хорошая работа. Вот что нужно сделать. Разложим все. Давай постелим парашют, чтобы части не запылились, и положим их все на парашют. Мы все разложим, и это будет полом нашей мастерской. Если у кого-то из вас какие-то проблемы… Нет. Эй, Хаммонд. Да? Ты будешь рад узнать, что это двигатель Атлэнд Ровер. Эй, Хаммонд. Эй, Хаммонд. Почему бы тебе не сделать что-то полезное? Разверни что-нибудь. Эй, Хаммонд. Пока мои коллеги возились со штуками, в которых я не разбираюсь… Тут написано «Шасси, средняя часть». Я нашел кое-что, в чем разбираюсь. Привет. Паёк. Я этого не ожидал. Тем не менее, возникла проблема. Положите это на секунду. Это коробка с пайком, так? Так. Так вот, простите, но я мог бы поклясться. Вегетарианский. О, боже. Почему Уиллман так поступил? Потому что он зло. Зачем он прислал нам части машины, которые машины не являются? Мне плевать на части машины. Он, да и вы оба, вообще-то, вполне способны на это. А вот это – катастрофа. Сколько таких коробок ты нашел? Одну. Почему бы тебе не заняться вопросами, связанными с питанием? Это хорошая мысль. Собери всю еду в одном месте, посмотри, что у нас есть. Так, я понял. Я стану главным по еде и напиткам. Если хочешь, называй это так. Типа как Роберт Де Ниро в казино. Во всех мыслимых отношениях. Он был главным в казино по еде и напиткам, а я буду главным у нас по еде и напиткам. Хорошо, отныне мы будем называть тебя Роберт. Давай ты соберешь все, связанное с питанием, в подходящем месте. Это мое второе имя. Мистер Де Ниро. Да, будет здорово. Когда бешеный Бабуин ушел разбираться с едой и напитками, мы с Джеймсом продолжили распаковку частей. О, погоди минуту, к этому присоединены педали. Значит, по сути, это перегородка кузова. В конце концов, все части гигантского конструктора были разложены. Вот где мы ее построим. Это наша мастерская. Я бы сказал, что у нас сотни частей. Не считай крепежа и прочего. Между тем, на подветренной стороне ближайшего холма я тоже был очень занят. Так, я разбил лагерь. Вот две палатки для храпунов, а другая вон там для меня, чтобы я их не слышал. Вот уборная, а теперь я займусь обедом. А это означало, что надо развести огонь. Да. Пожалуйста. Да.